Валерий Курас Считается от церкви впервые Считается от церкви Вот, это как он не от себя, а защищать правду Божию Это классическая история Лучше время стал Антиох-Эпифан Радость у нас сверхъестественная, духовная и абсолютно необходимая. Господь — он веселый Бог, радующийся Бог, гораздо больше, чем любой из людей. Большая трагедия, что люди принимают Бога как угрюмого сноба, вместо того, чтобы представлять Его веселым, радующимся и улыбающимся, и имеющим чувство юмора. Он радуется Своему творению. Сафония, да? Сафония, 3 глава, 17 стих, говорит нам. Сафония, 3 глава, говорит нам. Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. И вы помните, да, что я сказал, что всегда буду давать вам библейские подтверждения своей точки зрения, своему мнению. Вы не обязаны верить мне, но, пожалуйста, верьте в Слово Божье, потому что это Слово изменит вас. И вы будете изменены. Он ожидает, он находится в ожидании, что будет что-то происходить. И Римлянам, 8 глава, 14 стих, говорит нам. Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. А далее следует 19 стих прочитать. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих». Божья творящая сила работает. И Он хочет сотворить в вас сердце, которое наполнено Его радостью. И если мы истинные последователи Бога, и, так, давайте, истинный последователь, он начнет имитировать, да, он начнет повторять те действия, которые делает тот, за кем Он следует. И, другими словами, размыслите в своей жизни, кто является вашим таким идолом, примером, а на кого вы хотите быть похожи в вашей жизни. Если я сегодня задал бы этот вопрос своим внукам, мои внуки, скорее всего, в пример бы поставили какого-нибудь великого спортсмена или кого-то известного такого. Дэвид Бэкхэм. Все начали хотеть такую же прическу, как у Дэвида Бэкхэма. И когда принцесса Диана еще была жива, был стиль в прическах принцессы Дианы. Они хотели выглядеть так, как эти люди, они хотели имитировать их, соответствовать им. Мы должны отображать образ Божий. Если мы будем действительно отображать Его образ, у нас будет радость Его в нас. Псалм 68, псал 4 или псал 3, depending on your language. But let the righteous rejoice and be glad in God's presence. Yes, let them triumph and rejoice. 67-й псалом, 4-й стих. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Бог хочет, чтобы мы служили Ему с радостью и весельем сердца. И во Второзаконии, 28-й главе 47-й стих, мы видим обратную реакцию. Второзакония, 28-я глава, 47-й стих. Здесь идет упрек за то, что не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего. И в тот момент времени народ Израилю принял много от Господа. И все они еще не могли испытать этого счастья. Помните все разные ситуации, с которыми они сталкивались, пока ходили по пустыне? Как часто Бог давал им то, что они просили и хотели? И они все еще не могут быть радостными и счастливыми. И они жаловались такими не совсем довольными лицами. Почему мне снова приходится есть эту манну каждый день? Они должны были ликовать и радоваться перед Господом за то, что Он дал им, а они не делали этого. Как часто мы точно так себя ведем? Пересчитайте свои благословения, не свои проблемы. Павел называет радость радостью от Духа Святого. И мы находим в первом фессалоникийцев, в первой главе, в шестом стихе. 1 Фессалоникийцам 1.6. И вы соделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях и с радостью Духа Святого. И мы еще раз видим подтверждение того, что оно не должно, это чувство радости, относиться к нашим обстоятельствам, в которых мы находимся и что нас окружает. Поэтому я называю это не человеческой способностью, а то, что Бог дал. Это то, что Он дал через свой Дух Святой и то, через что Он общается и изливает свою радость. И когда Павел в Галатам, 5 главе, перечисляет список составляющих плода Духа Святого, радость идет второй в списке. И первое идет перед радостью — любовь. Если мы будем наполнены Божьей любовью, это также начнет приносить и радость. И это будет так. И то, что радость находится второй в списке, удивляет многих людей. Многие ошибочно считают, что радость как духовная вещь, она абсолютно не важна. Многие религиозные люди вообще избегают радости, они ничего общего не хотят иметь с радостью. Ну, назовем их верующими. Группа определенных верующих. У них такое название — реформаторская церковь в Голландии. Если вы попадете на одно из их собраний, будет такой ряд парней впереди. Они все одеты в черные костюмы. И у них очень серьезные лица. «Не вздумай улыбнуться!» «А то выбросят тебя из церкви!» Некоторые люди почему-то считают, что так правильно. Некоторые даже субкончисто думают об этом. Некоторые просто уверены, настойчиво думают об этом. Они просто очень сильно уверены, что это серьезное дело — быть верующим человеком. И здесь ничего нет связанного со смехом и радостью. Правда, это страшная печаль. И пастыря, которые живут так, или, например, те, которые избирают уходить в монахи. Короче, есть такие избранные, которые без радости живут. Но Библия полна описания радости. Я очень рад, что мы можем с вами возрадоваться в Божьем присутствии. Зависит, конечно, от перевода, который вы используете. В Писании слово «радость» появляется от где-то тысячи пятьдесят девять раз до... тысячу пятьдесят девять или тысячу девяносто девять раз в зависимости от перевода, который используется. Слово «радость» появляется в Библии. Да, иногда зависит от перевода. Но это количество перечислено даже не включает вариации, которые используются в Библии. такие, как «радостно», «возрадоваться», «возрадовавшийся». Много разных вариаций от слова «радость» сюда не включены в этот перечисленный. И слово «возрадуйся» это глагол от слова «радость», означающий «прочувствуй» или «имей эту радость». Clearly, in Scripture there is a great emphasis on feeling and expressing joy. Emphasis, например? Emphasis. Утверждение. В Библии есть очень четкое утверждение, что есть радость. That's why. That's what explains why the Bible also emphasizes prayers and songs of praise. That is the reason why the Bible also emphasizes prayers and songs of praise. Библия также утверждает как псалмы прославления и ликования. To celebrate God. Чтобы прославить Бога. Ну, там другое слово используется. оно дословно придется «праздновать Бога». И «возрадоваться» это глагольная форма слова «радость», означающая «иметь» или «прочувствовать» эту радость. есть сильное утверждение в Писании о чувствовании и переживании радости. Иакова 5 глава 13 стих «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». «Весел ли кто? Пусть поет псалмы». Колоссянам 3 16 и 17 «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». И все, что вы делаете словом или делом, все делаете во имя Господа Ишуа Мессии благодаря через Него Бога и Отца. Что я пытаюсь вам здесь сказать? Я пытаюсь вам сказать, что радость не опциональна. То, что я вам хочу передать, это, что радость она не опциональна. Библия постоянно продолжает нам напоминать, что мы должны радоваться. И самое ясное повеление это Филиппийцам 4.4, да, мы читаем. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю «Радуйтесь». «Радуйтесь Господе всегда». И еще раз говорю вам «Радуйтесь». То есть дословно это «Радуйтесь в вашей радости». мы можем задать себе вопрос «Неужели это неправильно иметь страдания?» Печаль. И Библия дает нам описание двух видов печали. Одно мы можем найти во втором Коринфянам, седьмой главе, в десятом стихе. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мерзкая производит смерть». И те люди, которые наполнены настоящей Божьей радостью, в тот же самый момент могут испытывать определенную печаль по Богу. Божьей печаль. Это может быть печаль, ведущая к покаянию, по направлению к Богу. И те, кто чувствуют, что им прощено много, в этой печали по своим грехам испытывают великую радость о Божьей милости и прощении, которое им дается. у меня такое есть определенное чувство беспокойства о тех людях, которые не испытывают такую Божью печаль по грехам своим. Я не знаю, как вам конкретно это объяснить, но я думаю, если мы не не задумываемся о том, как сильно ранят наши грехи и проступки Бога, насколько они ему боли приносят, если мы не будем размышлять об этой боли, мы не сможем испытать настоящее наполненное чувство радости от прощения, которое мы принимаем. Иногда мы так думаем очень поверхностно о своих грехах. А, ну я согрешил, но Боже, прости меня. Или мы просто ожидаем, что Бог простит нас. Мы получаем это как должное, мы ожидаем этого как должного. мы в этот момент не осознаем, через что Бог прошел, чтобы высвободить прощение нам. И в этих случаях мы также не сможем испытать всю полноту радости. большую радость по приобретению Божьего прощения. также у нас должна быть печаль и сострадание к другим, которые проходят через покаяние, через греховную жизнь, и что Бог наконец-то приходит своим решением и решает их проблемы и приносит спасение. И в Писании мы видим, еще раз говорю, два вида печали. И Божью печаль мы можем испытывать в то же самое время, как мы испытываем Божью радость. И мы можем увидеть в Писании, что Ишуа пришел, пострадал и принес все страдания свои, потому что он увидел, какая радость будет впереди. он шел на крест, зная, что это принесет нам спасение. И я верю, что это была радость для него тогда. Обычно второй вид печали, мирская печаль, это ощущение саможалости и ментальность жертвы. Бедный я, я постоянная жертва. Если мы испытываем мирскую печаль, если мы с вами испытываем вот эту мирскую печаль, тогда у нас нет способности испытать Божью печаль, а соответственно нет способности испытать Божью радость. Исайя пророчествовал о том, что Ишуа будет муж скорбей. Это в Исайе 53 главе находится в 3 стихе. Ну там с 3 стиха и дальше он взял на себя все страдания и все грехи людей. но также написано, что он будет помазан елеем радости. больше чем кто-либо других. Обратимся также к евреям 1 главе 8 и 9 этому стиху. Но об этом он говорит, что твой будет продолжаться forever and ever a scepter of justice and a scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God your God has set you over your companions by anointing you with the oil of joy. евреям 1 8 а сыне престол твой боже в век и века жезл царствования твоего жезл правоты ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие посему помазал тебя боже бог твой елеем радости более соучастников твоих евреям 1 8 9 ишуа переживал эту великую радость и так же он был мужем скорбе и переживал великую скорбь и Иоанна 17 глава Иоанна 17 глава 13 стих ныне же к тебе иду и сие говорю в мире чтобы они имели в себе радость мою совершенную Иоанна Иоанна 26 37 39 Матфея 26 глава мы читаем в 37 и 38 стихи и взяв и петра и обоих сыновей заведеевых начал скорбеть и тосковать тогда говорит им ишуа душа моя скорбит смертельно побудьте здесь и бодрствуйте со мной Матфея 26 37 38 ишуа ишуа переживал и переживал все вещи которые мы с вами проходим и переживаем но он все оставался и пребывал в радости которая может прийти только от Бога Отца и печаль страдания это естественное состояние когда кто-то любимый умирает но в любом случае если мы с вами верим в силу воскресения мы тогда можем чувствовать себя утешенными и чувствовать радость потому что мы знаем что наша потеря она всего лишь временная и печаль по умершим она тяжела для тех у кого нет надежды и веры в воскресение и мы читаем 1 фессалоникийцам 4 главу 1 фессалоникийцам 4 13 не хочу же оставить вас братья в неведении об умерших дабы вы не скорбели как прочие не имеющие надежды радость в наших испытаниях и божья радость может проистекать в божьих людях даже когда они проходят времена страданий потому что у них есть надежда в нем потому что они знают что все страдания лимитированы нашей короткой жизнью здесь то как я говорил вам раньше нам необходимо с вами научиться жить ментальностью его царства и тогда это поменяет все весь наш образ мышления нам необходимо понимать как работает его царство и наша жизнь здесь на земле она очень короткая а у нас будет вечность пребывать с ним всегда в его радости в его мире в его любви и во всех прекрасных вещах которые мы только можем пережить и откровение читаем 21 главу 4 стих откровение 21 4 мы читаем и отрет бог всякую слезу сочей их и смерти не будет уже ни плача ни вопля ни болезни уже не будет ибо прежнее прошло жизнь в его царстве ментальность его царства римлянам 5 глава римлянам 5 глава 2 стих мы читаем через которого верою и получили доступ к той благодати в которой стоим и хвалимся надеждой славы божьей наш разум должен быть ведом тем что мы читаем в писании пусть ваш разум ваши мысли будут омыты от всего лишнего и начните думать и размышлять так как вас учит писание не так как этот мир вокруг нас учит не так как обстоятельства в которые вы проходите вас учат мы также должны с вами радоваться в наших сложностях и испытаниях потому что проходя эти сложности и испытания мы с вами сможем возрасти в божий характер и поменяться цель всех испытаний цель всех сложностей построить в нас характер Божий это также то что может сломать нас если почему мы можем сломаться если мы будем проходя эти испытания и трудности будем оставаться в состоянии горя и печали мы не сможем пережить радость освобождения и можно это найти в месте писания которое я часто использую римлянам 8 глава 8 глава 28 стих римлянам римлянам 8 28 притом знаем что любящим бога призванным по его изволению все даже страшные испытания содействуют ко благу потом вопрос заключается в том верим ли мы в то что мы прочитали есть такое малепусенькое слово в этом стихе используется и на английском и на русском всего три буковки слово все если вы доверяете господам если ваша жизнь в его руках если вы знаете что он наблюдает за вами тогда что бы не происходило в вашей жизни бог может это использовать чтобы принести что-то доброе в вашу жизнь не важно как плохо все выглядит это испытание нашей веры доверяем ли мы ему любим ли мы его написано что тем кто любят бога и также те кто призваны по его изволению любите ли вы его призваны ли вы им позвал ли он вас по имени если он это сделал тогда вы обязаны знать что абсолютно все вам будет содействовать во благо и тогда больше нет ни одной причины жаловаться павел написал в римлянам пятой главе в третьем четвертом стихе римлянам пятая глава в третьем и четвертом стихе мы читаем и несим только но хвалимся и скорбями зная что от скорби происходит терпение от терпения опытность от опытности надежда часто мы мы не гордимся теми проблемами и сложностями которые мы проходим о как великолепно сломалась моя машина о не чудесно ли мои трубы забились правда чаще всего когда это случается мы начинаем жаловаться но эти вещи которые случаются в наших жизнях они могут произвести плод они повлияют на наш характер в тот который хочет видеть в нас господь достижение достижение да сначала прочитаем что-то другое и Иоанна, Джеймс, Иакова, первая глава, прочтем второй и третий стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Я пытаюсь направить ваш разум и растянуть его. Что говорит Писание? Понимаем ли мы то, что мы читаем? Осознаем ли мы, что мы нуждаемся в Духе, чтобы произвести этот плод в нас? Потому что, если мы можем сделать это, по-человечески я согласен, что это невозможно. Но с Божьим Духом это возможно. и это сводится к тому, что позволяете ли вы Духу Божьему произвести эту работу внутри вас? перестать жить по плоти, но жить по Духу. Каким образом вы хотите жить? Хотите продолжать жить по плоти, и быть просто придавленными всеми этими вещами мира? Или вы хотите жить в Духе, и получить победу, преодолев все? И пережить эту радость. Продолжать пробираться, продвигаться, даже тогда, когда это тяжело. И продолжать быть верным Богу. Ишуа пострадал за каждого из нас. И у нас должна быть определенная радость, когда мы страдаем за нашу веру. И в Матфе 5 главе Ишуа говорит вот что. Матфе 5 глава 11 и 12 стихи говорят нам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Если вот это все произойдет с нами, я не думаю, что каждый из нас почувствует себя особо благословленным. Если люди будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить. Но вам необходимо помнить вот что. Только когда они делают это, они это могут делать только тогда, когда вы будете следовать по-настоящему за Ишуа. Если вы получили вот это вот все, что здесь перечислено, не следуя за Ишуа, значит, вы заслужили это. И чтобы достичь этой радости, нам необходим Дух Святой. Радости той, которая является составляющей плода Духа Святого. Сверхъестественная радость имеет Божью природу, и это часть Божьего характера. И если мы посмотрим на все творение, мы можем увидеть это. Бог показывает нам это, доказывает. Пение птиц. Хорошо. Прыжки кенгуру, например, прыжки животных. Цветение цветов. Журчание ручья. Сияние солнца. Все это часть Божьего характера. Почему Господь создал так много разных цветов? Разных деревьев. Разных цветов. Не цветов, как растений, а разные цвета, краски. Он выражал свою креативность, и этим образом он также выражал свою радость. Многие люди избавились бы от своих депрессий, если бы просто проводили больше времени на свежем воздухе. И, слава Богу, на улице сейчас весна, и все начинает цвести и зеленеть. И мы прогуливались пару дней назад, и уже цветочки начинают пробираться сквозь землю. И даже в этом была радость, что увидеть, вот, жизнь начинается. И в первом Тимофея, в первом Тимофея 6 главе, в 17 стихе говорится, «Вторая часть. Но на Бога Живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Первая Тимофея 6, 17, вторая часть. Все это он дал обильно для наслаждения, для радости. Поэтому он создал такое количество цветов, животных, деревьев и всего остального. Однажды я помню, что я был далеко, на севере Финляндии, ловил форельку, лосося. Я был посреди леса, глубокого леса, который на много километров просто никого рядом не было. Вообще не было ни слышно, ни движения машин, и никакого звукотехники. И можно было слышать только журчание воды и ветер в деревьях. И я стоял там и очень тихонечко рыбачил, наблюдал. И вдруг я ощутил что-то возле себя. И я очень осторожно повернулся. И где-то примерно метр от меня вышел молодой олень попить воды. можно представить то, что я ощутил в тот момент. Бог дал нам это все, он осадил всю эту землю для того, чтобы мы радовались. Бог, он очень сильно радующийся. Поэтому его... Этот наш телефончик уже. потому что... И его желание, чтобы его слуги тоже были радующимися. Печально, но большинство его учеников очень угрюмые. Такое ощущение, как будто они все съели по пару лимонов. Но отметьте себе, что Лука говорит об истинном ученичестве. И мы найдем это в Деяниях 13 главе. 52 стих. И здесь мы читаем определение настоящего ученичества. Деяние 13,52. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. Мы с вами можем, можем переживать это. Мы можем быть наполнены Духом Святым. И вот эта уникальная радость может начаться в нас, потому что Ешуа начал жить в нас. Галатам. 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 В 2 главе 20 стих. Мы читаем. И уже не я живу, но живет во мне Мессия. А что ныне живу воплоти, то живу веруя в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И Лука 10 глава 20 стих говорит нам «Однако ж тому не радуйтесь, что Духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Когда у нас есть эти близкие взаимоотношения с Богом, то Псалом говорит нам «Однако жаль, Псалом». У нас это 42-й Псалом, 4-й стих. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях я буду славить тебя Божий, Божий мой». А также Псалом 59-й стих 11 говорит нам «Однако жаль, не 59-й, а 15-й Псалом». 15-й Псалом 11-й стих «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим блаженства в деснице Твоей вовек». Божий Дух — это дерево жизни, приносящий, постоянно приносящий плод. и этот плод включает в себя великую радость. И Ишуа молился за своих последователей, за учеников, чтобы они были наполнены полнотой Его радости. Он также учил нас молиться о радости и за все наши нужды. Иоанна 16-й, 24-й стих. Иоанна 16-я глава, 24-й стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Продолжайте просить и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Продолжайте просить каждый день. Наполни меня своей радостью. Помоги мне принять это во имя Твое. Аминь. Аминь.